Черный цвет поляков. Протест против России. Поляки продолжают вести борьбу. Повсюду идет агитация, зреют заговоры, а народ все больше преклоняется идее вооруженной борьбы или смерти. Россия неустанно ловит и карает вольнодумцев, но число их дней снижается. Говорят, что одеться в траву в память о том на мирном протесте призвал польший архиепископ Варшавский. В любом случае, по девичьим альбомам стало говорить старое, времен разгрома восстания 30-х, стихотворение Константы Горшинского «Черное платье». Когда Польша вступила в гроб, у меня остался только один наряд – это черное платье. Его цитировали на вечерах, собраниях, в школах и кофейнях. И, конечно же, делали это надев черные одежды. Половина стрелы на улице улетела так, словно спешу начать похороны, либо же возвращалась оттуда. Даже невесты появлялись на свадьбе в черном. Новая мода охватила население. Если ты против России и за свободу Польши – носи траву. А затем к этому прибавились украшения в форме кандалов, цепей, распятий и висельниц. Самые радикально настроенные поляки срывали с мужчин на улицах модные цириндры, полагалось носить траву в ную скромную шляпу. Могли нарочно испортить или испачкать цветную одежду. А порой из-за наряда развязывались настоящие драки. В какой-то момент черные стали одеваться просто на всякий случай, а не из-за политических убеждений. Появились мужские браслеты в форме наручников, пряжки для ремней в виде рукопожатия, всего вне за Польшей Литвы. Портреты костюшки и надписи сокращения, вроде тех, которые потом будут в ходу у советских заключенных. Например, Рома, разжигай огонь любви к Родине. Все это делается дешевого металла, а не как его золота или серебра, все драгоценное идет на борьбу. Мода моментально охватила Польшу и Литву, и встретить на улице нарядный костюм стало невозможно. Российская охранка была в курсе и ввела запрет на траву законодательную вместе с запретом на любую польскую символику. Шляпа должна быть цветной, а черная шляпа должна быть украшена цветами или цветными, но ни в коем случае не белыми лентами. Черные и белые перья с черными шляпами носить запрещается. Запрещается использовать черную вуаль, перчатки, черные и черно-белые зонты, а также шали, платки и шарфы того же цвета и полностью черные. Солопы, бурнусы, шубы, пальто и другая верхняя одежда могут быть черными, без белого. Мужчины не имеют права носить траур ни по какому поводу. Послушников отлавливали на улицах и сжали в карцер. В учебных заведениях было строже. Директора лично проверяли одежду школьников и студентов, но те нашли остроумный выход. Гимназистки стали рисовать черными чернилами линии на одеждах, как от петли висельницы, в таком виде приходить на уроки, хотя и в требуемой одежде. Нетривиальный бунт заметили в Европе и стали подражать, заодно воспевая героизм борцов за свободу, что доставляло часы неприятностей для правящей верхушки России, которую считали жандармами Европы. С тех пор черный стал цветом протеста в Польше, да и во многих странах мира. Движение исчезло в 1873 году, когда император России обила амнистию и многие польские арестанты вернулись домой из Сибири. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok